К нам в редакцию обратился житель улицы Гагарина. На участке, начиная от дома номер 80, проезд для автомобиля загорожен балками. Самовольную преграду сделали жители. Но неудобства не только заставляют автовладельцев объезжать огороженный участок. Те, кто живет по соседству, жалуются на то, что в случае беды ни скорая помощь, ни пожарная машина к ним не приедет. Здесь год назад буквально была вот только одна тропинка и все зеленое было. Мы с соседями здесь по весной уберем, здесь трава, зелень. Это вот как забор, он вот этот поставил и все началось. Со слов жителей улицы Гагарина, этот огороженный участок земли выделили под строительство дома. Раньше в этом месте проходила дорога. Сейчас участок, где был проезд, житель засыпал глиной и песком. А с другой стороны, уже другой житель положил на дорогу в проулке-покрышке. Вот как поставили вот этот забор, забор как поставили, вот это все началось тут. Значит, с одной стороны, там житель с 85-го дома номера, он сказал, не ездите. В раз он наложил колеса, песок, щебенку. И с этой стороны тоже, чтобы не ездили. Они все ездили вот тут по Попасово и туда дальше. Там все столкли, даже подойти было нельзя. И писали жители, и все делали. А все равно никаких мер никто не принял. Меры предприняли и другие жители. Положили балки, чтобы хотя бы пешеходы могли пройти этот разбитый машинами участок. Но недовольство только усилилось. Пожилые жители улицы Гагарина считают, что балки мешают подъезду скорой помощи или пожарной машины. Даже вот первые скорой помощи, вот был такой случай, вот он, прямо вот напротив дома-то, это последний 80, это 82-й, наверное, их. А он больной такой мальчик. И что-то с ним случилось. И скорой мятался везде, и туда, и сюда. И так вот тут остановили ее у нас и ходили туда пешком. И сказали, мы к вам ездить больше не будем. Хозяев этих балок, кто их? Мы как улицы собрались, близлежащие дома, и положили их. То есть и вы тут? И я тоже. А зачем? У нас самое главное, они сейчас мешают. Они лежат, чтобы здесь люди могли ходить. Потому что если здесь сейчас не пройдешь, людям негде ходить вообще тогда. Не будет, не то чтобы машинам ездить. Вот на дорогу посмотрите. Это был тротуар раньше. Сейчас посмотрите, что здесь по тротуару можно пройти. Нет. Раньше это был тротуар, по которому можно было пройти пешком. Сейчас по нему нельзя ходить. Также здесь нельзя людям пройти. Здесь вот тоже нельзя пройти. Есть только в сапогах, в резинах. Дорогу своими руками собираются делать жильцы в эти выходные. Сами договорились, сами собрали нужную сумму. Ну и тут мнения жителей разделились. Автомобили у кого-то есть, у кого-то нет. А кто-то не хочет переплачивать и готов преодолеть грязь на машине, несмотря ни на что. Ну конфликт идут, знаете, как через дом идут. Кто-то ездит на машине, кто-то понимает это и хочет ездить. Нормально, те согласны, скинуть, ну как, сделать дорогу. А те, у кого нет машин, те говорят, откройте, чтобы к нам хотя бы машины ездили. Мы-то и по грязи проедем. Вот так вот. В Комитете по управлению городским хозяйством, куда мы обратились с этой ситуацией, будут разбираться и рассматривать, насколько правомерными оказались действия жителей. Складывать на придомовые территории и проезжие части стройматериалы, мусор, бытовые отходы недопустимо. И, как правило, чревато штрафными санкциями. А те жильцы, которые все же сочли, что дорога нужна, сдали деньги и самостоятельно в выходные будут засыпать щебенкой. Наталья Киселева, Алексей Шаповалов. Новости ТВ Рассказово.